Родители солдат-срочников, незаконно проходящих службу в Карабахе, провели очередную акцию протеста у здания правительства Армении. По словам родных, их сыновья находятся в тяжелом психологическом состоянии и нуждаются в немедленной медицинской помощи. Они требуют от армянских властей сокращения сроков службы и вывода войск из Карабаха. Власти устроили геноцид против наших детей, погубили целое молодое поколение. Просим демобилизовать всех солдат. Их и так мало осталось. Они просто чудом остались живых. Власти должны демобилизовать наших сыновей. Они не в состоянии больше служить. Мой сын в данный момент лечится в военном госпитале. Сегодня ни наши власти, ни Минобороны не интересуются нашими детьми. Им не стыдно издеваться над нами. Война закончилась, и все про солдат забыли. Что нам теперь делать? Мы хотим, чтобы ко всем солдатам, прошедшим через эту жестокую войну, власти относились по-человечески. Сегодня все они имеют проблемы со здоровьем. У них нарушена психика. И мы в каждую минуту боимся, что вдруг они с собой что-то сделают. Ведь они все находились в состоянии психического расстройства. Пусть власти демобилизуют этих бедных детей. Сколько можно? Хватит уже. Они довели меня до такого состояния, что я сам бы отправился в Карабах и вернул своего сына в Армению. И не пустил больше служить. Мы все должны поступать именно так и плюнуть на этих властей. Все наши дети воевали за эту страну. А они ничем не хотят помочь нам и продолжают обманывать. Все они обманщики. Родители солдат настаивали на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Прибывший на акцию протеста, помощник премьера Найрис Арксиан сообщил родным военнослужащих, что Пашинян отправился в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. И что после возвращения в Ереван премьер обязательно встретится с ними и ответит на все их вопросы. Родители были недовольны ответом Саркисяна, поскольку ожидали встречи с Пашиняном. Уже пять месяцев мы требуем от властей только одного, чтобы они вернули наших детей. Мы давно должны были получить ответы на свои вопросы. Наши сыновья 44 дня воевали в Карабахе. Их жизнь сейчас в опасности. Мы все требуем демобилизовать всех солдат. Разве многого требуем? Я так не думаю. Мой сын служит в Карабахе. Он 44 дня участвовал в войне. Его даже в отпуск не пустили. Сколько может это продолжаться? Ему же всего 18 лет. Мы требуем отпустить всех наших детей. Будет лучше, если моего сына осудят, и он останется в Армении, чем отправится служить в Карабахе. Один мой сын уже находится в Карабахе. Он тяжело болеет. Поэтому точно решила второго своего сына никогда не пущу туда. По словам родных солдат, власти должны были раньше подписать акта капитуляции, чтобы остановить войну. Таким образом, можно было бы избежать стольких жертв. Тогда многие бы не погибли, а солдаты вернулись к своим матерям. Родители в один голос требуют демобилизовать всех солдат-срочников, уже прошедших войну. Затем участники акции протеста отправились честным к посольству России. Вновь просить помощи у президента России Владимира Путина. Еще 15 марта родители солдат направили письмо в посольство России с просьбой помочь демобилизовать их сыновей. Однако помощь им до сих пор не оказана. Будем требовать встречи с господином Рустамом Мурадовым, чтобы на основе трехстороннего заявления, подписанного президентами России Азербайджана и премьер-министром Армении, армянские войска были выведены из Карабаха и возвращены в Армению. После этого попросим Владимира Путина помочь вернуть наших детей путем демобилизации. Семь дней будем проводить здесь сидячую забастовку. Пусть весь мир еще раз увидит позор нашей страны. То, что пять месяцев подряд не решают проблемы наших сыновей. Во время митинга перед посольством России мать армянского солдата заявила, что руководство Азербайджана считает их детей террористами и агрессорами. Причина – служба в Карабахе. Поэтому они категорически против, чтобы служба их сыновей проходила в Карабахе. Опасно то, что наши дети остаются служить в Карабахе. Руководство Азербайджана ясно заявило, что те армянские солдаты, которые служат в Карабахе, это террористы и агрессоры. Затем родственники солдат-срочников вновь вернулись к зданию правительства и объявили о начале сидячей забастовки. Как мать двух сыновей, прошу всех вас бороться до конца. Требуйте от властей вернуть наших детей. Мы не боремся ни за кресло, ни за что. Наше единственное желание – спасти тех, кто остался в живых. Власти не спасли наших детей от смерти. Их спас Бог. Напомню, что согласно трехсторонному заявлению, подписанному президентом Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении о прекращении боевых действий Карабахи, Армения обязалась вывести все воинские формирования с территории Азербайджана. Однако армянская сторона не выполняет взятого на себя обязательства.